Российские войска воздушно-космической обороны принимают пополнение. Сегодня в Подмосковье на боевое дежурство заступил полк, оснащенный самыми современными зенитно-ракетными системами С-400 «Триумф» и ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». К месту постоянной дислокации они прибыли с полигона Капустин-Яр, где военные успешно провели маневры с боевыми стрельбами. Репортаж Петра Дерягина. Новейшая военная техника пришла на вооружение для обороны Москвы. У этих зенитно-ракетных комплексов С-400 в мире просто нет аналогов. Поэтому и название «Триумф» он способен обнаружить и поразить практически все виды авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей. Каждый такой комплекс может одновременно обстреливать до 36 объектов, с наведением на них до 72 ракет. Радиус поражения 400 километров. «Триумф» может вести огонь даже по низколетящим целям от 5 метров. Например, американскому зенитному ракетному комплексу «Патриот» по зубам цели лишь на высоте от 60 метров. К слову, в НАТО «Триумф» называют не иначе, как «ворчуном». Видимо, за тяжелый характер и грозный вид. За 5 минут система способна развернуться, получить целеуказание и уничтожить воздушного противника. Ни один американский комплекс на сегодняшний день не способен превзойти нашу систему по дальности поражения, по скорости поражаемых целей и по высоте обнаруживаемых целей. Электронная начинка С-400 настолько умная, что участие человека практически не требуется. «Триумф» может сам найти и сам уничтожить цели, поэтому военные называют его роботизированным комплексом. В Минобороны, правда, попросили разработчиков начальника для этого робота все-таки оставить. «На полигоне мы так и сделали, что окончательно все-таки решение принимал человек, командир полка, командир подразделения». Комплексы, расположенные под Звенигородом, часть системы противовоздушной обороны столицы и Центрального промышленного района России. Теперь небо над Москвой охраняют три перевооруженных зенитных ракетных полка. «Всего мы прикрываем 25 субъектов Российской Федерации и несем дежурство по охране воздушных рубежей на протяжении 1500 километров госграницы с Белоруссией и Украиной. Главная задача все-таки – это прикрытие города Москва. Поэтому на прикрытии Москвы сосредоточены основные современные средства». «Тяжелым С-400» самим необходимо прикрытие. Для этого предназначены ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1». Также одна из последних российских разработок. «Техника безукоризненная, работает по всем типам летающих аппаратов – самолеты, вертолеты. Точность поражения 100% разрыва бычьей ракеты идет на 9 метрах от цели. То есть уже ничто не устоит против такой мощи». Сегодня полк войск Воздушно-космической обороны заступил на боевое дежурство. Торжественная церемония прошла в центре Звенигорода у Вечного огня. К концу этого года в Московской области новыми С-400 «Триумф» оснастят еще один подобный полк. Петр Дерягин, Наталья Сидорова, Олег Крупен, Михаил Сопронов. Первый канал. Звенигород.